Всем привет! Сегодня у нас третий день в Варшаве и мы продолжаем гулять. Сегодня куда мы пойдем? В самый большой парк Варшавы. Парк... Который называется Королевские Лозенки. Да, и сейчас вы увидите вывеску и мы углубимся. Пошли! В Варшаве очень красивая осень. Она прям ярко-ярко выражена и ярко в прямом смысле этого слова. Потому что посмотрите, какая красота! Здесь все разноцветное. Субтитры сделал DimaTorzok Погулять немного по парку, где повстречали скульптуры Фредерико Шопену и Гленрику Сенкевичу, мы дошли к старой оранжереи, которая была построена для того, чтобы размещать в ней на зиму экзотические растения. Вместе с тем, это место особым образом связано с культурой и искусством. Здесь находится Королевский театр, а также скульптурная галерея Станислава Августа, которую я вам сейчас и покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы находимся на территории парка Лозенки, и за моей спиной вы можете видеть первый дом, который был построен на этой территории. Он так и называется – Белый дом. Он был возведен в 1776 году для короля Станислава Августа Понятовского. Исполнял роль временной резиденции и домика отдыха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Домик на озере, или как его еще называют – Дворец на острове, также резиденция последнего польского короля Станислава Понятовского. Строительство было закончено в 1795 году. Здесь можно увидеть большую коллекцию живописи, предметов структуры и архитектуры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как можно видеть из фото, Дворец был серьезно поврежден во время Второй мировой, поэтому его восстановление заняло почти 20 лет, и только в 1964 году двери Дворца открылись для посетителей. Мысливицкий дворец был построен в 1774 году для короля Станислава Августа Понятовского и стал одним из первых украшений Лазенковского парка. У дворца жили придворные короля и родственники королевской семьи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это самый странный амфитеатр, который можно только было увидеть. Почему, спросите вы? А потому что он разделен на речку. Когда проходили какие-то спектакли, связанные с речкой, водой, здесь могли проплывать кораблики. Очень интересно и прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok